Десять часов утра. На аллее героев трудовой славы идет генеральная уборка. Привести в порядок мемориальный комплекс пришли сотрудники Энергомаша, городские коммунальщики, депутаты и члены общественного совета «Химке интересно жить». Михаил Раев, Николай Томашов, Марина Эйслер, Ирина Должкова и Руслан Шаипов, Ирина Беляева и Глеб Демченко. Бок о бок с общественниками от прошлогодней листвы аллею очищает депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Субботник для олимпийской чемпионки – дело обязательное. Не дожидаться общегородского субботника и благоустроить аллею заранее, ко дню космонавтики, предложили ветераны Энергомаша. Идею они высказали во время встречи с членами общественного совета «Химке интересно жить» Михаилом Раевым и Николаем Томашовым. Также ветераны предприятия попросили обновить таблички с портретами героев трудовой славы. Все инициативы были высказаны абсолютно по делу. Да, их беспокоит состояние аллеи героев. Естественно, это все будет приведено в порядок. Сегодня первый этап убрали всю территорию. И, значит, следующий этап мы займемся восстановлением фотографий, укреплением их. То есть, это однозначно все будет сделано. Руководство Энергомаша сообщили, что будущий облик аллеи будет зависеть от мнения работников других предприятий космической отрасли и горожан. А пока старые таблички и стенды демонтировали. Сейчас формируется проект. Нам трем предприятиям надо договориться. Энергомаш, Лавочкина и Факел. Хочется сделать аллею героев космонавтики стильной, современной. И чтобы и ветераны, и молодежь приходили сюда и помнили, кто действительно строил космос. С задачей навести красоту на аллее ко дню космонавтики неравнодушные жители города, коммунальщики и члены общественного совета Химки «Интересно жить» справились. Были очищены газоны, отмыты лавочки, покрашены конструкцией аллеи. Мы не пропускаем субботники в принципе, а уж сегодня тем более, чтобы почистить эту аллею, где представлены знаменитые люди, которые имели непосредственное отношение к полету первого человека в космос. Для нас это в принципе большая гордость. 24 апреля пройдет главный субботник Подмосковья. Каждый сможет взять в руки грабли, лопату и метлу и внести свой вклад в благоустройство родного города. Продолжение следует...